Привет, друзья, с вами Инна. 3 апреля сегодня я снимаю маленький отчет о том, как мы здесь переживаем карантин в Калифорнии. Многие из вас знают, что здесь у нас вся эта канитель началась немного раньше, мы на шаг впереди. Поэтому сегодня будет небольшой отчет, и я подумала, зачем выряжаться для видео про карантин. Поэтому я сегодня в домашнем. Конечно, немножко накрасилась, потому что и так времена страшные. Еще вот меня не хватало здесь без макияжа, поэтому я перехорошилась. Но, тем не менее, я в домашнем. Давайте начнем. Я не буду сейчас говорить про цифры, вы и так все это знаете из кучи новостей. Я буду говорить о том, как мы здесь, как обычные люди, живем во время карантина. Ну, во-первых, то, что всех интересует, вопрос, связанный с едой. Сейчас, на данный момент, у нас уже более-менее все вернулось на свои места, в буквальном смысле, в магазинах. И, конечно же, каких-то товаров чувствуется больше дефицит, каких-то товаров меньше дефицит, каких-то товаров может не быть. На самом деле, все зависит от конкретного магазина, его популярности и конкретной локации. Даже там одна и та же сеть, допустим, супермаркетов, у них в одной локации будет совершенно аншлаг, а в другой локации вообще совершенно спокойно. Поэтому здесь тяжело сказать, что лично я замечаю, это то, что сейчас, несмотря на то, что уже как бы все есть, некоторые особо важные товары могут в некоторых магазинах выдаваться по одной единице на покупку. Например, когда последний раз я была в магазине, а это было очень давно, забегая наперед скажу, там была такая история, что на полке с товаром висело просто объявление, что, пожалуйста, берите по одному. Это касалось туалетной бумаги, это касалось риса в упаковках, это касалось муки в упаковках, это касалось молока и яиц. Это то, о чем я своими глазами видела, то, что где просят брать по одной упаковке на покупку вообще. Я вам хочу сказать, что, несмотря на то, что все там отчаянно тарились гречкой и туалетной бумагой, про гречку я говорю про наших соотечественников, у нас здесь тоже есть магазины с нашими товарами, там, конечно, тоже гречку, пшенку размели, как и шпроты, там прочие консервы. Но мы лично, допустим, с мужем чувствуем и очень, практически все чувствуют дефицит яиц, в первую очередь, и муки для тех, кто дома печет, особенно на семью, если пекут много, те, очень многие, кстати, кто печет дома самостоятельно хлеб, допустим, вот они могут чувствовать дефицит муки, очень многим нужна не просто там белая мука, а там ржаная мука, там такая мука, всякая мука, у некоторых там вот дома есть вот эти вот закваски, да, которые надо подкармливать, у некоторых из этих людей были какие-то сложности и есть, вот в целом все нормально. А яйца, ну, во-первых, это завтрак для большинства людей, во-вторых, есть опять-таки большая семья, ну, что там в этой упаковке яиц, в которой 12 штук, это все очень быстро заканчивается, и яйца это дополнительный ингредиент к большому количеству блюд, поэтому яйца улетают, и люди за ними тоже выстраиваются в очереди. В первые дни вот яиц особо не хватало, сейчас уже более-менее. Я хочу сказать, что, если вам интересно про меня лично, как у нас происходит, мы с мужем делали запас еды до того, как объявили официальный карантин, то есть это было очень давно. Как только началась предкарантинная паника, и у нас там появились первые заболевшие коронавирусом, привезшие его, соответственно, из той самой провинции, вот эти первые ласточки, уже началась паника, и мы понимали, что здесь очень много живет людей из Китая, очень много, и все они поехали на свои новогодние праздники туда, и очень много гостей принимали оттуда и сюда, поэтому мы знали, что к гадалке не ходи, у нас здесь скоро это очень будет, в любом случае, просто мы не знали, каких масштабов это будет, а потом, когда это все реально началось, и все опасения подтвердились, мы решили делать запасы потихонечку, мы сделали первую волну запасов, потом мы сделали вторую волну запасов, то есть я имею в виду, что мы сели в машину, поехали в супермаркет и скупились так нормально, долларов, я бы сказала, на 200, на 250, мы набрали продуктов на двоих, сделали мы так раза, наверное, в общей сложности 3 за весь карантин, то есть я была последний раз в магазине очень давно, наверное, полторы-две недели назад, да, больше-две недели назад, точно, я была последний раз в магазине, и вот я купила все необходимое, там и мыло, и бумагу, там полотенца бумажные, зубные пасты, муку, масло, сливочное, подсолнечное, овощи, полуфабрикаты, замороженные овощи в том числе, в общем-то, пасту, соусы, консервы, и, конечно же, я купила много мяса самого разного, потом я купила много вариантов курицы, фарш, фарш из индейки, фарш из говядины, я купила разных частей курицы, несколько целых цыплят маленьких, я взяла много упаковок, замороженные рыбы, замороженные репешки, в хлеб, в общем, все это я загрузила, морозилку до упора. Все самое необходимое для готовки самых вот обычных повседневных блюд я купила, и поэтому нам на двоих много не надо, даже мои вот запасы, они уже подходят к концу, и я так не хочу идти в магазин, честное слово, хотя в магазинах сейчас все контролируется, то есть в магазин часто впускают порционы, да, если слишком много людей, то в магазин впускают по партиями или по одному раз какой-то промежуток времени, то есть это все регламентируется, и очередь снаружи магазина стоит, понятное дело, с каким-то расстоянием между покупателями, да, с какой-то дистанцией между людьми, а в некоторых магазинах у входа вам кто-то дезинфицирует руки при желании, также у входа стоят специальные стойки с салфетками дезинфицирующими, вам также у входа могут дезинфицировать прям при вас эту каталку, если вы берете эту тачку, то есть все хорошо, все продумано, перед некоторыми продавцами поставили защитный экран, я думаю у вас в стране скорее всего то же самое происходит, поэтому все нормально. Ладно, хватит про еду, по улицам люди ходят, да, это не так, что прям все вымерли, конечно же по улицам люди ходят, ну не так, что топами, то есть семьи, допустим, выгуливают детей, или люди ходят парами, или в одиночестве, многие бегают, занимаются спортом или там быстрой ходьбой, люди есть, то есть я могу сесть, смотреть в окно, люди туда-сюда шируют, они держат между собой дистанцию, если два человека идут по одной стороне, то есть друг другу навстречу к тротуару, один из них переходит на другую сторону улицы, это нормально, я лично на улицу не выхожу, и мой муж на улицу не выходит, и мы никуда не ездим, мы реально находимся дома исключительно, но просто потому, что у нас нет необходимости, и зачем куда-то лазить. Я один раз вышла посмотреть, что происходит у себя на районе, и я понимаю, что гулять в принципе можно, но меня напрягают очень сильно бегуны, бегунов очень много, да, люди хотят выйти на улицу, именно пробежаться на провешку, и вот они бегают, дышат во все легкие, пробегают мимо тебя. И я хочу сделать поправку, что допустим в квартире, в которой нет балкона, то есть нет доступа к улице, или там в квартире с детьми в каком-то шумном помещении, я бы долго не выдержала. Три недели я бы точно не высидела, уже не говоря о том, что нас попросили сидеть до мая, до мая я бы чокнулась. Слава богу, что я живу в таком вот доме на земле, поэтому я выхожу к себе на огород, проверяю свои грядки, свои там цветы, проверяю все, что там у меня есть, поливаю, там стригу, там муж тоже выходит в гараж периодически, там что-то надо делает, машине ковыряется, то есть мы как бы ходим, мы на улице бываем, я на улицу выхожу реально часто, то есть у меня на улицу ведет дверь с кухни, я вот туда-сюда, туда-сюда, часто высидеть именно в помещении столько времени, мне кажется, это практически невозможно. Парки у нас большинство закрыты, я вам в своих видео часто рассказываю о том, что здесь вот очень развита система с парками, что люди гуляют не просто по улице или в центре города, они гуляют в парках, и вот эти вот парки, большинство из них перекрыто для того, чтобы люди там не тащились. Почему? Потому что в самом начале карантина до людей как бы медленно доходило, что это все важно, и уже к моменту, когда запахло жареным, уже люди начали воспринимать ситуацию серьезно и оставаться дома, самоизолироваться, а до этого люди подумали, что это просто каникулы, и начали со своими семьями ездить к океану гулять, в лес гулять, в парках гулять, собираться общественными какими-то собраниями, играть в волейбол, играть в футбол, бадминтон, йогой заниматься массово в каких-то парках. Это все вообще немножко неправильно, как для карантина. И чтобы это все прекратить, просто большинство парков доступ теперь намертво закрыт. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны парки небольшие, люди могли бы там как-то плавно разбрестись, а вместо этого они теперь гуляют вокруг домов, выходят в кучу. Сейчас, конечно же, можно получить штраф за нарушение social distancing. Что это значит? Конечно же, всех не поймать. Всех не поймать, и нарушителей до сих пор у нас хватает. Но особенно в городах, если, допустим, стоят два человека, разговаривают, к ним может подойти офицер, спросить, из одной ли вы семьи, то есть вместе ли вы живете. Если они говорят нет, то каждый из них получает по 400 долларов штраф. Получите, распишитесь. Это достаточно серьезная сумма. Конечно же, неприятно получить 400 долларов штрафа за разговор, но уже многие люди попались. Читала об этом на местном форуме. У нас была волна, когда люди донатили свои накопления масок, перчаток медперсоналу, потому что этого жутко не хватало на начальных этапах. Сейчас очень многие люди занимаются тем, что шьют дома, допустим, маски для медперсонала. Это, конечно, очень похвально. То есть многие люди сидят дома, и там часто есть какое-то свободное время. Они занимаются тем, что они помогают как могут те, кто умеют шить, шьют маски. В целом хочу сказать, что, конечно, все это надоело. Конечно же, хочется, чтобы это все быстрее закончилось, но при этом мы прекрасно понимаем, что это еще только в лучшем случае середина всего этого процесса до завершения всего этого очень далеко, и все, что остается делать, это только запастись каким-то терпением, продуктами и туалетной бумагой, и стараться все это дело переждать, и без особой необходимости не высовываться наружу, поберечь себя, поберечь своих окружающих, дорогих и близких. В целом, да, слава богу, я считаю, что самое главное наше спасение, это первое, то, что были сделаны запасы, второе, то, что мы можем себе позволить выходить на улицу, но никак не контактировать с другими людьми, и третье, то, что есть и очень сильно развит сервис онлайн-доставки, то есть за ваши деньги вам доставят буквально что угодно. Конечно, у них сейчас повышенный спрос, они не справляются, они могут доставлять позже, чем обычно, у них может не хватать каких-то товаров для вас, или может они совершат какую-то ошибку, но, по крайней мере, все это работает, если немножко подождать, все можно вопрямо получить, и в том числе уже нет такой необходимости идти толкаться в магазинах, в очередь стоять, можно заказать все онлайн, вам просто положат это под порог, позвонят в день и уйдут, и это очень удобно на самом деле. Я общаюсь с мамой, мама у меня в Севастополе находится на данный момент, как и папа, и, значит, они мне рассказывают, что, конечно же, у них на много чего поднялись цены. Например, они мне рассказывают, что имбирь, который считается полезным, да, при простуде, как и лимон, сейчас стоит порядка пяти тысяч рублей за килограмм. Я не знаю, пять тысяч рублей за килограмм, это, грубо говоря, по старому курсу, чуть ли, практически сто долларов за килограмм имбиря, что, то есть, неужели это настолько важный продукт, настолько он жизнеспасающий, что людям он так нужен, во-первых, а во-вторых, если бы даже это было так, то это очень негуманно и завышать настолько цену. Да, когда есть спрос, повышенный на товар, по всем законам рынка, на него повышается цена, но ведь, ну не настолько же сильно она должна повышаться. Меня это возмущает. Я понимаю, что, наверное, такая ситуация будет не только с имбирем. Расскажите, пожалуйста, как у вас проходит карантин, как у вас проходит самоизоляция, какие проблемы вы видите, какие плюсы вы в этом видите, насколько тяжело вам высиживать дома, насколько часто вы выходите и нарушаете карантин, насколько часто вам нужно ходить за продуктами, например, нужно ли вам ходить в аптеку, купили ли вы себе маску, дали перчатки, купили ли вы себе санитайзеры. У меня, например, нет ни масок, ни перчаток, ни санитайзеров, ничего этого у меня нет, потому что я в свое время не успела их купить, сейчас уже не хочу париться, потому что, ну пока что мы из дома не выходим. Напишите, как у вас с этим стоят дела, повышаются ли на что-то цены в регионе, где вы живете и считаете ли вы вообще обоснованы вот эти вот карантинные меры. Я знаю, что, по крайней мере, как мои родители рассказывали, им не говорили, что будет карантин, сказали, что как бы выходные на неделю, потом еще там что-то продлили, в итоге уже сказали, что, по-моему, до 30 апреля. Причем, мне кажется, это очень странно, если делать карантин до 30 апреля, в наших странах, то потом люди просто выкатят все, побегут, первомаяться, встречаться там, на шашлыки, на дачах, и есть риск еще больше разнести заразу, чем если бы люди спокойненько сидели, выходили ни на 1, ни на 9 мая, у них заканчивался бы карантин, но это такое, мои только предположения. В общем-то, очень интересна ваша информация извне, потому что, видите, сейчас я, слава богу, есть в интернете, могу почитать и получать какие-то новости от своих родителей, но этого недостаточно, расскажите, что у вас происходит, я с удовольствием большим прочитаю. Если вам интересно, можете посмотреть предыдущее видео про коронавирус, оно будет в конце этого видео. В общем-то, все, да, на этом все. Вот такой вот отчет у меня получился. Сейчас вот допишу это видео и пойду опять в огород, на солнышке погреюсь. В общем-то, мы увидимся с вами в следующих видео. Пока что, пока.